добрый день завершение видео о комоду значит было много вопросов о покраске так показываем значит цвет какой мы подбираем цвет каталог паралл вот и все значит светлых цветов здесь не очень-то много международный каталог сертификат ну короче да то есть вот это я показываю клиенту и на этом деле я останавливаюсь то ли то есть я дальше не показываю там тысячи цветов или много большим других фирм там когда мы заходили на одну фирму не показывает там целые раскладки там на полметра оттенок только одного белого я думаю что вполне достаточно и этих цветов вполне достаточно чтобы клиент выбрал этого хватает то есть мы подбираем цвет паралл заказываем нам его с киева привозят и местные фабрики не фабрики местные фирмы тоже здесь мешают такая же маль это вроде бы как-то уже привыкли к эмали значит координаты я уже давал прошлых видео там ссылочка будет я давал и координаты и телефон где это все мы заказываем можете человеку звонить всякие проблемы решать то есть покраска понятно да как мы подбираем по цвету и далее сама покраска просто по техническим причинам я ее не показываю не показываю почему ну потому что ну сами понимаете когда я с пульвером стоит все дадим окрашу да то есть я в респиратор когда оператор стоит рядышком все это нюхать ну как-то ну неудобно неудобно снимать на этому что покраска дали а такое что там сложно вообще-то ничего нет то есть пульвер как обычно как обычно да то есть проблем особо там не возникает я думаю что интернете этой информации много то есть сам процесс покраски я не особо снимаю чисто по техническим причинам не то что я там не хочу что-то показать там и так все понятно вот но сам процесс я я не снимаю так что извиняйте такая такая специфика краскопыль в котором мы пользуемся я уже там показывал что мы их и даже продаем фирма для наших целей которые мы для нашей работы он мне подходит очень даже хорошо я им очень довольны распылением все хорошо для именно для мебели нормально для автомобильной скажем кто красит автомобили то немножко возможно другой подход нужен но для мебели красота я доволен им на сто процентов так вот дальше собрала каркас ну еще не не до конца так снизу меня идут на доминошки и на конфермат и так сверху меня тоже идут на конфермат и здесь вот четыре штуки доминошки точнее четыре штуки да и ты уже с внутри стороны уже буду сажать на уголки металлические чтоб его хорошо притянуть вот сюда здесь же будут металлические уголки очередь дошла до фасадов но сейчас немножко кое-что расскажем и далее будем делать фасады только моду значит профиль здесь можно выбрать любой у нас этих профилей немножко есть пресс я не скажу что слишком много и это не слишком то уверяемся что показывать клиентам очень много но немножко есть так на каком останавливаемся клиент значит выбрал вот такой вот такой профиль тем более что здесь хорошо что есть вот идет маленькие такие зубринки или как их назвать да то есть там дефакина будет цепляться в этих мелких фрезеровках будет хорошо так ну и знаете я что сделал я наверное сейчас уже не буду показывать сам процесс изготовления фасадов это уже оставим чтобы не отнимать времени на другой раз просто уже их навешивали уже покажу конечный результат тем более что у нас сейчас скоро намечается еще одна спальня там я буду тоже делать такой же похожий комод я думаю что фасады будут примерно такие же вот там я думаю что уже буду показывать более подробно опять же таки чтобы не потеряться чтобы не показывать одно и то же по несколько раз то есть я сейчас их вот навесим сюда и уже показываю готовые изделия вот а уже сами фасады я уже и показывал честно говоря их просто еще раз покажем там уже будет другая спальня и другой заказ так что спасибо всем за просмотр кому понравилось лайк кому не понравилось дизлайк до свидания удачи в работе всего хорошего а